приветствую это вторая часть продолжаю пробежусь по настройкам покажу в программе как все работает вот кроме управления через приложение через bluetooth ну там можно на айфоне или на андроиде от управлять можно также прибора жестами управлять и автономно пользуюсь вот в обращайте к себе выходом на наушники если вы проворачиваете вот так вправо два раза включаются щелчки если слышите еще раз проворачиваете вправо переключается на писк также это можете регулировать в настройках здесь вот заходите настройки вот каждый десятый квант сейчас озвучивается отключаете теперь каждый гамма квант озвучивается и здесь можете выбрать щелчки например и теперь более приятный такой нежный треск без писка или отключаете можно открыть отключить и также но это в общем подробно я расскажу в отдельном видео и будет и инструкция есть в интернете можно ее почитать здесь самое важное покажу программу заходите в настройки что нужно сделать после включения обязательно заходите в настройки и здесь что вам нужно настроить звук это по желанию настраиваете озвучивать каждый десятый квант по желанию воспроизводить звуки о превышении порогов на смартфоне также по желанию но я я рекомендую ставить эту галочку чтобы вас вибрировал и пищал сам дозиметр и вибрировал и пищал сам смартфон когда будет превышение опасность но это ваше здоровье или жизнь смотря где в этом ходите автоматический порог галочку это вот здесь знак вопроса почитайте об этом если захотите будете пользоваться но для начинающих пока не нужно и выставляете порог 1 я рекомендую ставить 30 микрорентген если не знаете что ставить и окей нажимаете если у вас намного меньше фон если никогда не подскакивая до 30 то ставите меньше ставите столько чтобы у вас не было ложных срабатываний на обычный фон это порог дозы и ее можете не ставить в начале потом себе когда-то поставите второй порог ставьте там 60 например микрорентген или 100 и третий сколько хотите ставьте там тысячу и больше это три режима слов медиум и fast то есть медленный средний и быстрый я пользуюсь fast то есть самый быстрый это режим поиска то есть когда я бегу по лесу или пробегаю возле барахолки если там что-то зафонит на барахолке на рынке то он увидит а на вот этих режимах вы пропустите он не увидит у вас то есть быстрое срабатывание очень но при этом погрешность если вам нужны точные цифры возрастает погрешность больше и вот график более такой острый скачет а если поставить вот если у вас и слов медленный то будет более плавный график такой ну а зато чувствительно но не так быстро он среагирует если появится радиации акселерометр пусть будет включен я советую можете найти устройство нажать и он про поет песенку звуки переподключения советую отключить они будут ну как хотите я отключаю чтобы не мешало включение отключения когда вы очень далеко отошли от дозиметра с телефоном но такое редко бывает дальше заходите в приложение настройки приложения вот здесь но единицы измерения ставьте какие вам удобно я люблю микро рентген и доверительный интервал ставьте минимальный запомнить дозиметр что по каждый раз не подключение не проводить то ставите галочку и никогда вам больше манипуляции не будет все программа автоматически его будет находить подключать все и настройки все сохраняются в нем дозиметрия навсегда там дальше громкость звука перед подключение выбираете там какое хотите о низком заряде батареи оповещать ставьте чтобы успели зарядить экран демонстрации можете пропустить если он вам не нужен ставить маркеры на карту ставите это если будете рисовать карты они здесь вот находятся тогда ставите эту галочку без него не будут рисоваться карты и какая карта будет тепловая цвет цвета выбираете размеры маркеров тип карты здесь все очень подробно и сколько метров между точками устанавливаете здесь будет архив вот и вы можете вот так вот растягивать еще больше можете растягивать здесь точки будут и можете по нему перемещаться либо так можете как вверх регулировать так и растягивать как вам удобно или выбирать область какую-то также есть здесь архивы можете выбрать за любой день ну все показал ну еще есть пару секунд покажу хотите включить щелчки не доставая телефон и так далее быстро на ходу нужно это сделать проворачивайте два раза вправо вот держите вот так один раз проворачиваете щелчки включились хотите писк проворачивайте еще раз а если хотите каждый десятый квант включить проворачиваете раз вправо и от себя нет не получилось у меня раз вправо и от себя и теперь каждый десятый квант регистрируется теперь щелчки это подробно все есть в этом в инструкции и следующий режим выключили вообще это можно проводить без телефона если хотите вибрация и звук у вас установлены вот здесь галочками вы ставите что вам вибрировать или не вибрировать как хотите здесь настраивайте здесь очень все отлично продумано ну просто супер приложение я просто тащусь от него все прибор проверил и можно выходить отключить еще раз вот захожу и заново у меня режим демонстрации начать работу с устройством нажимаю у меня стоит галочка запомнить дозиметр ее нужно снять если я хочу на другой переключиться тот который мой постоянный еще раз выхожу вот заходим начать работу с устройством и она спрашивает какой ваш смотрим b2 это не нужен вот мне этот так же нет ждем поиск вот появился атом так вот этот мой все подключаю и здесь галочку ставлю запомнил дозиметр чтоб я каждый раз не переподключал сейчас потянутся с него с дозиметра настройки они хранятся на самом дозиметре а не в приложении можете к любому телефону посмотреть это уже атом так мой работает ну все спасибо за просмотр дозиметр быстренько все проверил показал ничего сложного здесь ребенок даже разберется дозиметр в использовании очень простой при том что он очень очень специфический и очень высоко тех тех